И в продолжение предновогодней темы. Понедельник – день тяжелый, но не для тверичан. Уже с утра жители столицы Верхневолжья озабочены решением важной задачи – до конца года найти каждому близкому человеку подарок на стремительно приближающийся праздник. Мы вышли на главную улицу города, поинтересовались у горожан, а что они сами хотят получить в подарок на Новый год. И вот что из этого вышло. Многие россияне уже определились не только с местом, где они услышат бой курантов, но и с тем, что хотели бы получить в подарок на Новый год. Эксперты одной из финансовых платформ выяснили, что полторы тысячи респондентов по всей России, что почти половина из них считает лучшим подарком деньги. А какой же лучший подарок для тверичан? Даже не знаю. Я предпочитаю деньгами. Так же. То же самое. А почему именно деньги для вас идеальный подарок? Ну, я на данный момент коплю на телефон. Очень долго. Я просто коплю. Там много всяких подарков. А вы же выбрали подарки для своих близких? Да. Нет. Да. А что вот примерно? Поделитесь немножечко. Ну, маме бокс подарочный такой. Там маски, всё такое. А папе там духи. В данный момент я болею, поэтому, чтобы мне сделали операцию вовремя, было бы самым чудесным подарком. Поэтому, в связи с этим, наверное, чтобы здорово все были. Самое актуальное сейчас. Я хотела научиться пойти на обучение косичкам. И мне подарили сертификат на обучение. Хорошо. А вы уже выбрали подарки для своих близких? Хожу, выбираю. А что примерно вот выбираете? Не знаю. Вот честно, вообще с подарками беда полная всегда. Да. Сейчас бы хотелось провести время наедине с собой немножко, потому что ребёнок постоянно со мной. А так, наверное, главное, чтобы все были живы-здоровы в наше время. Какой для вас самый идеальный подарок на Новый год? Я сам. Спасибо. Ну и что-нибудь, кот, зайца. Как можно заметить, у тверичан одного идеального подарка и нет. Кто-то хочет деньги, кто-то отдых, а кто-то и вовсе настолько доволен собой, что считает идеальным подарком для себя собственную персону. Предпочтения россиян в плане подарков действительно изменились. Но это скорее говорит о возросшей рациональности общества, а не о снижении уровня жизни, как отмечают социологи.